Злоумышленник заходит в офис микрокредитования примерно за час до закрытия. Предмет, похожий на нож, он направляет на сотрудницу и требует опустошить кассу. Для разбойного нападения неизвестный выбрал белоснежную куртку и светлый спортивный трико. Дополнил образ медицинской маской. Но этот атрибут не дал ему шанса остаться безнаказанным. В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения на офис микрофинансовой компании был задержан 23-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что успел потратить похищенные 13 тысяч рублей с кассы на личные нужды. Думал грабить, не грабить. Решил все-таки попробовать. Что сделать именно? Забежать, напугать сотрудницу, взять деньги и убежать. Так я и сделал. Молодой человек впервые окажется на скамье подсудимых. И, скорее всего, у него будет немало времени на обдумывание своего поступка. Максимально до 10 лет. Элада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.